Всем привет, друзья! Меня зовут Данил, вы на канале Таганай, и это продолжение проекта Игра против реальности, пятая часть. В прошлый раз мы поговорили о том, насколько удобно в реальной жизни использовать сразу две единицы длинноствольного огнестрельного оружия одновременно, и пришли к выводу, что не особо удобно. Сегодня же мы зададимся вопросом, что из себя представляет современное носимое снаряжение и вооружение, сколько оно весит, позволяет ли оно быстро бегать, высоко прыгать, подтягиваться, бегом забираться на горные склоны и так далее. Разумеется, для обзора мы возьмем более или менее реалистичные шутеры, где нет рокет-джампов и бега по стенам. Собственно, в большинстве аркадных шутеров бойцы носятся как сайгаки, уходят в долгие подкаты, высоко прыгают, хорошо подтягиваются и преодолевают высокие заборы и препятствия не хуже паркурщиков. Ну, кроме Таркова, конечно, там через препятствия пока можно только прыгать. Движение в горку, даже очень большую горку, никак не влияет на скорость передвижения, ровно как и бег с горы. А логика и здравый смысл подсказывают, что в реальности все это не так просто. Тем более, что в шутерах мы играем за военного, а военные носят определенное снаряжение, которое чего-то довесит. Попробуем снарядиться к бою и посмотрим, как изменится наша подвижность. А поможет нам в этом боец страйкбольной команды воздействия, Олег Жук по совместительству кадровый военный. Итак, у нас в руках общевойсковой автомат АК-74М. Его масса с неснаряженным магазином составляет 3 килограмма и 300 грамм. Минимальный носимый боезапас АК-74 составляет 300 патронов, 120 из них в 4 магазинах. Но патронов много не бывает. Мы возьмем 500 патронов калибра 5,45, 270 из них распределены по 9 магазинам, остальные в коробках. Масса одного патрона 10 грамм, масса снаряженного магазина 500 грамм. То есть патроны с магазинами это еще плюс 4,5 килограмма, еще 2,5 килограмма патроны в коробках. Итого, основное оружие и боезапас к нему это почти 10 килограмм. Как это часто бывает в компьютерных играх, возьмем с собой пистолет. И пусть это будет обычный пистолет Макарова, масса которого 810 грамм. Бэкомплект к нему 2 магазина и 32 патрона. И это еще 1110 грамм веса. Не забудем про гранаты. Возьмем 2 штуки РГД-5, каждая из которых весит по 300 грамм, то есть еще плюс 600 грамм сверху. Но это все мелочи. Главное, что современные военнослужащие в обязательном порядке носят средства индивидуальной бронезащиты. Общий войсковой 6Б-23 с бронеплитами и аромидными пакетами весит почти 10 килограмм, которые будут с вами, а точнее на вас целыми сутками. Добавим шлем. Современные кевларовые шлемы весят не менее 1 килограмма. Прибавим сюда суточный рацион питания, пару литров воды. Не забываем также про рацию и аптечку. Разгруз тоже весит свои 1,5 килограмма, плюс одежда и обувь. В итоге суммарно наше снаряжение весит около 30 килограмм, которые нам предстоит таскать на себе. Скажутся ли они на подвижности и скорости? Да ясное дело, что скажутся. Бегать быстро, как в шутере, налегке без проблем. Физически подготовленный человек может бегать реально быстро, особенно на короткие дистанции. Но возможно ли это в полной выкладке? Несмотря на то, что наш испытуемый неплохо физически подготовлен, ему приходится нелегко. Скорость бега становится заметно ниже, и это не мудрено. Главное, боец гораздо быстрее устает. А если надо будет бежать на большую дистанцию? А если по сугробам, когда ноги увязают в снегу? А если в горку? Ну а что, в БФ-5 вон и горки, и сугробы. И поверьте мне, как человеку, которому пару раз доводилось подниматься на разные горки, тут и без снаряги моментально устаешь. Почему я не снимаю на подъемах? Потому что я сейчас вдохну. Таким образом можно бегать быстро и в полной экипировке, но по хорошей поверхности и не слишком долго. А штурмовать бегом крутые склоны практически нереально. Некоторые игры дают штрафы за большой носимый вес экипировки. В Insurgency, Третий Мировой и даже Black Ops 4 ты медленнее бегаешь, когда загружен. В Таркове и Арма 3 бегаешь одинаково, независимо от нагрузки, но гораздо быстрее устаешь и переходишь на бег трусцой. А вот подъем на гору бегом в большинстве игр не представляет трудности. Скорость не снижается. Причем это есть не только в аркадах, но и в том же Таркове. И только в Арма 3 вы не сможете легко взбежать на крутой склон и сначала снизите скорость бега, а потом перейдете на шаг, сильно расходуя выносливость, что похоже на реальность. В компьютерных играх мы частенько можем врываться в помещения через окна, перемахивать через заборы и препятствия, которые выше нас. В реальной жизни многое из этого возможно при определенной физической подготовке. А уж что творят паркурщики, так это вообще круть. Ну а теперь попробуем сделать все то же самое в полной экипировке. И если забраться в окно еще возможно, пусть и не так ловко, как налегке, то вот преодолеть препятствия выше себя не получается без помощи товарища. Также сложнее стало работать с укрытиями и просто двигаться в помещениях, да? Даже банально менять положение тела и хват оружия. Все это занимает больше времени. Загруженный под завязку боец менее подвижен и еще менее поворотлив. Из этого можно сделать вывод, что современные бойцы регулярных армий, как правило, не носятся как ужаленные, не влетают в подкаты, не перепрыгивают в заборчики и, как ни странно, не занимаются паркуром. Зато они имеют бронезащиту, запас патронов, еды и воды, что позволяет эффективно вести бой в течение относительно длительного времени, порой даже в автономных условиях. Разумеется, бывают исключения. Силы спецопераций подбирают снаряжение, исходя из целей и задачи в определенных ситуациях, могут быть значительно более подвижными, чем бойцы регулярной армии. Но чаще, наоборот, спецназу приходится носить еще больше оружия и патронов. И в этом вопросе даже хардкорные шутеры далеки от реальности. А уж над паркуром из аркадных шутанов можно только посмеяться. Но никакого криминала здесь нет, на то они и игры. Главное, чтобы играть было интересно, динамично и весело. Как я всегда говорил, хороший геймплей – это фишка. Реализм вместо геймплея – не фишка, а ерунда. Ну а вы теперь понимаете, насколько тяжело бывает военным в прямом и переносном смысле этого слова. И наше уважение тем, кто выбрал эту сложную и опасную профессию. За предоставленные площадки для съемок мы благодарим Стрелковый центр «Царская охота» и Центр военно-тактических игр «Звезда». Если вы хотите научиться стрелять из огнестрельного оружия, или просто выпустить пар на воскресной или корпоративной страйкбольной игре, либо развлечь своих детей игрой в лазер-так, все необходимые ссылки будут в описании. А на сегодня все. Конечно, срыва покровов не получилось, но надеюсь, что было интересно. Если это так, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, это очень важно для продвижения видео. Последний ролик из серии «Игра против реальности» собрал очень мало просмотров, и, похоже, без вашей поддержки мне просто не обойтись. Ведь я не хочу бросать эту серию видео, впереди еще очень много интересного. С вами был Данил, канал Таганай, нам помогал Олег. Огромное спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok